И на прямой связи со студией наш гость, политолог Ильгар Велизадель. Ильгар Мяльм, добрый вечер. Здравствуйте, Ильгар Мяльм. Итак, военные учения, министр обороны проверил боеготовность воинских частей, дислоцированных в южных регионах республики. Мы помним, какие учения военные недавно были организованы со стороны режима Мул в Иране, с понтонными переправами через реку Арас и так далее. Это, очевидно, ответ очень важный, очень четкий, очень серьезный со стороны наших военнослужащих, со стороны нашей армии на те учения. В целом, иранские представители очень охотно и мило общаются с представителями правительства Армении, открывают консульство в городе Кафан. Но мы видели, что оно было открыто наспех, и здание больше похоже на сарай, оно даже еще не облицовано. Такая поспешность и заявление по отношению к Азербайджанской республике. Вот эта политика этого режима, она про что, на ваш взгляд? Это, к сожалению, вызывает большое сожаление вот эти действия иранской стороны, потому что Азербайджан по отношению к Ирану так себя не ведет и никогда не вел. С этого начнем. Кроме того, вы знаете, вы обратили внимание на учения, которые иранская сторона проводила. Так вот, эти учения проводились со стороны КСИР, это корпус стражи Исламской революции, причем этот корпус обычно задействован в зарубежных операциях. Это мы тоже прекрасно знаем. То есть, если КСИР проводит учения на границе с Азербайджаном, а КСИР специализируется на выполнении операций за рубежом, то это достаточно прозрачный намек на Азербайджан. И мы, естественно, этот намек поняли, приняли. И сегодня проводимые азербайджанской стороной учения наших спецназовцев говорят о том, что мы готовы к любому развитию событий. Ну, конечно, не хотелось бы, чтобы это развитие событий происходило вот в этом ключе, на который нас вынуждают. Но мы готовы к любому развитию событий. И говорим о том, что, в общем, Азербайджан во всеоружии может встретить любой вызов, любой угрозу. Что касается последних действий, политических шагов, то они вызывают еще большее неудоумение. Почему? Потому что на протяжении последних десятилетий оккупации, когда еще наши территории были под оккупацией армянской, вот подобной военно-политической активности со стороны Ирана не наблюдалось. Более того, иранские политические и военные руководители достаточно часто встречались со своими армянскими коллегами и обсуждали различные вопросы взаимодействия. Это при том, что и Армения, очевидно, оккупировала азербайджанские территории, нарушала территориальную целостность, занималась перекройкой границ в регионе. Однако никаких месседжей относительно недопустимости перекройки границ мы не слышали. Более того, мы наблюдали ситуацию, когда иранская сторона призывала азербайджан, скажем, к сдержанности, призывала азербайджан к тому, чтобы решить все вот эти проблемные, спорные вопросы исключительно мирным путем. Когда мы обращали внимание иранской стороны на то, что Армения демонстративно отказывается решать ситуацию мирным путем, иранская сторона призывала нас к сдержанности, к проявлению какой-то неопределенной гуманности. Почему неопределенной? Потому что это не гуманизм, когда разрушаются твои города, селения, когда подвергаются уничтожению памятники культуры, мечети. Кстати говоря, тоже вопрос, почему иранская сторона не давала такой жесткой и категоричной реакции на уничтожение армянской стороной азербайджанского духовного наследия на этих территориях. А сегодня мы наблюдаем совершенно другую картину. Это братания, это заявление о поддержке, о том, что Иран всегда с Арменией. И вот это, конечно, вызывает большое недоумение. Это при том, что с Азербайджаном в последние годы были очень важные документы, соглашения, в том числе по реализации Зангизурского коридора, по реализации важных инфраструктурных проектов на реке Арас, по реализации коридора север-юг возникает вопрос, что иранская сторона не видит очевидных преимуществ для себя от реализации этих проектов и вынуждает азербайджанскую сторону действовать в жестком ключе. Вот эти вопросы, они повисли в воздухе. У нас есть ответ на эти вопросы. Но хотелось бы, чтобы иранская сторона адекватно ответила на них и действовала сообразно со складывающимися реалиями в регионе, а не исходя из каких-то, скажем, таких достаточно неочевидных для себя интересов, неочевидных для себя выгодов. Потому что выгоды у Ирана от этой ситуации нет никакой. Да, Эльгар Мерман, не могу не напомнить недавнее заявление Службы госбезопасности Азербайджана о разоблачении незаконного вооруженного формирования, созданного под контролем спецслужб этой страны. Ну, это совсем нехорошо и, в общем-то, подрывает все эти основы и все это стремление к сотрудничеству, которое Азербайджан предлагает, ну, не только Ирану, а вообще ко всем странам региона и ни с кем не планирует вступать в конфронтацию. Но вот, тем не менее, Служба госбезопасности сообщает, что в настоящее время комплексные оперативно-розыскные меры продолжаются. Представители спецслужб этой страны шантажировали граждан Азербайджана видеозаписью военных учений, в которых они участвовали, чтобы держать их под влиянием. Вот эта политика, она в какую укладывается логику? Вы сказали, что мы знаем ответы на многие вопросы, но, тем не менее, к чему и зачем нужна вот такая конфронтация, конфронтационная спираль, по которой могут развиваться события? Эти события укладываются лишь в одну логику. Логику создания искусственного напряжения, создания искусственной конфронтации. Почему искусственной? Потому что все это делается намеренно, это делается с одними лишь целями, напугать Азербайджан, изменить его линию поведения, ограничить ту внешнеполитическую активность, которую сегодня Азербайджан не только в своем регионе ведет, но и в мире. Мы видим успешные визиты президента нашей страны в различные регионы, участие его на саммитах, саммит Лиги Арабских государств, саммит ШОС, другие саммиты, которые проводились в последнее время, СВМДА и так далее. И везде достаточно очевидно виден авторитет Азербайджана, авторитет главы азербайджанского государства. Видимо, кому-то в Иране это не устраивает. Видимо, кто-то думает, что такими действиями они могут ограничить Азербайджан, напугать Азербайджан, изменить его внешнеполитический вектор поведения и как-то реализовать свои интересы. Но они забывают, что вопреки этому Азербайджан лишь усиливается. Азербайджан усиливает свои отношения в региональном плане со своими партнерами, со своими союзниками, выстраивает надежную систему коммуникации, выстраивает эффективную систему безопасности. И эта система безопасности проверена на практике, в частности, 44-дневной войной. Если кто-то хочет подвергнуть ревизии итоги 44-дневной войны, если кто-то хочет на зубок попробовать эту систему безопасности, то ему от этого хорошо не станет. К сожалению, опять же говорю, приходится нам оперировать такими моментами, такими формулировками. Мы не хотели бы, чтобы наши отношения с Ираном строились бы на такой волне. Вы говорите, и мы в последние дни наблюдаем, как наши правоохранительные органы выявляют террористические сети на территории Азербайджана, которые связаны с нашим южным соседом. Это не может вызывать у нас удовлетворение и не может нас не беспокоить, потому что речь идет об угрозе жизни наших граждан. И, естественно, азербайджанская сторона со своими партнерами, со своими друзьями, со своими союзниками будет делать все, чтобы оградить наше население от подобного рода угроз. Но вы знаете, дело в том, что вот эта практика абсолютно недопустима, абсолютно неприемлема. Давайте вспомним нашу современную историю. Кто совершал теракты по отношению к Азербайджану? Армения? Террористическое государство, которое не скрывало, что преследует свои корыстные, агрессивные цели в отношении Азербайджана. Но когда это делает страна, которая называет себя дружеской и братской, это вызывает не просто вопросы, это вызывает большое недоумение и неприятие. Поэтому мы надеемся, очень рассчитываем, что в ближайшее время ситуация поменяется, что иранское политическое руководство изменит свой курс, и все-таки у нас будет другая ситуация, другая картина наблюдаться. Ну, давайте будем откровенно говорить. Сегодня в нашем регионе, в большей географии, складываются совершенно другие конструктивные процессы, где участвует очень много государств, много интересантов, и они очень заинтересованы, чтобы эти процессы проходили в поступательном ритме, чтобы здесь реализовывались крупные транспортные, экономические, энергетические проекты. Кто-нибудь из них был бы заинтересован в дестабилизации ситуации, если эту дестабилизацию создает другое государство, вы посмотрите, какая может быть реакция у наших соседей, у наших партнеров и наших союзников. И эта реакция будет очень и очень негативной. Я думаю, что иранская сторона должна сделать определенные выводы, и все-таки вместо того, чтобы настаивать на том, что Азербайджан изменил свою линию поведения, все-таки линию поведения изменить должен официальный Тегеран. Азербайджан, большое вам спасибо за комментарий. До свидания. До свидания. Я напомню, на прямой связи с нашей студией был политолог Эльгар Велизаде. Продолжение следует...